Его называют королем летнего стола. Без него не получится сварить борщ или приготовить деревенский салат. Сочные плоды богаты витаминами и минералами. Их употребление защищает организм от простуды и помогает сохранить молодость кожи. Сегодня тема нашей программы – помидор. Что такое томат и помидор? На самом деле это одно и то же. Татьяна Аркадьевна Терешенкова – кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая лабораторией селекции посленовых культур Всероссийского научно-исследовательского института овощеводства, ведущий селекционер агрофирмы «Поиск» по томату. Это просто два термина, которые пришли к нам из разных стран. Если томат – это пришло от мексиканцев, откуда, собственно говоря, и вся культура томата – это северное побережье южноамериканского континента, Перу, Эквадор. А помидор – это золотое яблоко, это итальянцы. То есть это уже когда томат был завезен в Европу. И, собственно говоря, абсолютно равноценные термины. Ну, томат чаще используют в научных работах. Помидор – это более обиходно, но абсолютно равноправно. Первым делом все равно надо определиться, что мы хотим от наших томатов и какие у нас возможности. А именно, есть ли у нас тепличка или у нас только открытый грунт. И это самые важные моменты, которые, как правило, и отмечены на каждом пакетике. То есть, если мы выращиваем для открытого грунта, здесь нам нужны или штамбовые, или детерминатные. Это низкорослые. Штамбы, они могут расти. Штамбы бывают очень разные. Они бывают и очень коротенькие, как вот, например, всякие шапочки. Это карлики. Это штамбовые карлики, которые можно выращивать и в горшочках, и в открытом грунте, используя их и как томатные плоды, и как декоративные. Потому что они очень красиво смотрятся в сочетании, например, с цветами на лужайке. А есть и крупные штамбовые. Это, например, пламя агро и розовое фламинго, которые мы можем не только вырастить, но еще и на сок, на томатную пасту. Потому что они, вот чем еще характерны именно штамбовые томаты, они, как и все наши сорта старые, очень-очень вкусные. Итак, еще одна группа для открытого грунта, которая хорошо приспособлена именно к нашим коротким, жарким, достаточно летнему периоду. Это группа детерминатных томатов. Самая главная их черта в том, что они в какой-то момент роста вершкуются. То есть вместо верхушки они образуют сразу две или три кисти. И вот эти две или три кисти очень дружно у нас созреют в нашей полосе, вот в средней полосе, где-то к концу июля. Это уже у нас будет созревание. Поэтому эти сорта и гибриды, они очень удобны. Их, конечно, нужно подвязать немножко, но тем не менее гарантирован ранний дружный урожай. Здесь у нас великолепно показывают в Московской области себя гибриды Донской, Капитан, Изящный. Вкусные, крупные, ранние, дружные. Немножко о тепличных индоторминантах. Вот что такое индоторминант? Это значит, что он растет в высоту, растет все время одной верхушкой вверх. И на самом деле это самый легкий для формировки и для выращивания тип томата. Потому что вот он четко растет, у него через каждые три листа закладывается кисточка. Он очень и очень регулярный. И поэтому, просто выщипывая пасыночки, мы спокойно ведем, и у нас будут вот такие красивые, мощные растения, которые дадут нам те плоды, какие вот мы запланировали, глядя на пакетики. Сорт и гибрид. Всегда встает тоже вопрос, что выбрать. Вот в чем преимущество, в общем-то, гибрида. Я, на самом деле, всегда склоняюсь к гибриду, и особенно рекомендую гибриды для начинающих. Потому что гибриды, они прощают ошибки наши. У них вот есть такое понятие гетерозис, это вот сила и энергия, которая дается при скрещивании двух вот линий. И этим они отличаются от сортов. Преимущество сорта в том, что мы можем, во-первых, получить семена из сорта. То есть вот выращивая сорт, мы можем собрать плоды и взять из них семена, и у нас будет тот же самый сорт. Это абсолютно исключено, если мы выращиваем гибрид. Но если вы начинающий, лучше взять гибрид, который имеет мощные листья. Вот здесь вот практически все гибриды. Вот посмотрите, какая мощь. Просто мощь. И, как правило, селекционеры делают их устойчивыми к болезням. Они значительно урожайнее, у них более красивые, ровные плоды по всему растению. Не будет такого, что, например, как у сорта висит пять плодов внизу и полностью пустая верхушка. Здесь у вас снизу доверху будут сплошные кисти, кисти, кисти. И урожай гибридов, он, как правило, в два раза больше. Для маринования, конечно, имеет смысл подобрать особые гибриды. Это, конечно, вот такой сорт, например, как наша мечта великана, под килограмм. Он не влезет ни в какую баночку, это понятно. Поэтому специально создана целая серия сортов, которые называются домашняя заготовка. И вот эти, в данном случае, это коралловые бусы черри. И сюда, в эту серию, входят сорта и гибриды, которые именно отвечают тем требованиям, которые необходимы для консервирования. А именно, плотная кожица, не очень крупный размер, как правило, выровненная, чтобы это красиво в баночке смотрелось. Если вы покупаете семена от солидных компаний, это полностью готовые семена к посеву. Их не надо ни замачивать, ни обрабатывать, ни прогревать, ни барботировать, ничего. Всегда очень трудно сделать выбор, когда мы приходим в магазин и видим вот такое вот обилие цветов и всевозможных форм и так далее. Значит, еще разочек повторю, что первым делом определяемся, деты или индеты, открытый грунт, закрытый грунт, и что мы хотим для консервирования или поесть. Если поесть, смотрим, вот серия вкуснотека, это всегда очень вкусно. Все, что попало в серию вкуснотека, это прошло отбор дегустаций многих-многих, и вот за вкус мы действительно отвечаем. Как правило, в этой серии, смотрите, очень крупные сорта, действительно бесконечно вкусные, это 200 грамм. Поворачиваем пакетик и смотрим. Вот написано, отличный насыщенный вкус всегда. Здесь написано, раннеспелость, например, 115 дней, это среднеспелый, 95 дней, это раннеспелый. От этого зависит, например, если мы сеем, а посев в нашей средней полосе, это где-то первая декада апреля, насколько рано мы получим. А получать мы можем от конца июля и до сентября месяца, вот в зависимости от этого. И здесь всегда описано, что вот, например, масса 200-290, это когда мы хотим действительно поесть. Здесь будет написано, для консервирования. Это, значит, поплотнее, это где-то 100 грамм и так далее. Чтобы посеять семена, необходимо подготовить емкость. Она не должна быть глубокой, поскольку у нас растения здесь будут буквально две недели. Вот так вот. И затем мы их распекируем уже в индивидуальные горшочки. Чуть попозже скажу, зачем это нужно. Почва, она должна быть легкой, это очень важно. Почва не должна быть вот сугленистой. Поэтому можно купить, например, грунт в магазине, либо изготовить его самому в соотношении где-то вот рыхлых пород. То есть, например, торфа, песка, это половина. И там, например, земля садовая, листовая, это тоже половина. То есть он обязательно должен быть рыхлым, он должен быть не кислым. Пока Настя делает бороздки, а они делаются примерно на глубину 1 см и с расстоянием примерно 1 см, я расскажу, во-первых, как заправить грунт. А именно надо внести, конечно, удобрение. Если это не покупной грунт, а наш, в который у нас входит азот, фосфор и калий. Как, собственно говоря, написано на упаковочке, тут ничего придумывать не надо. Да. Обязательно имеет смысл пролить голубым раствором, таким крепеньким, медного купороса, для того, чтобы избежать черной ножки. Это самая обидная болезнь, которую вот мы посеяли, у нас выросли сеянцы, и вдруг половина ящика у нас погибла от черной ножки. И всего лишь один пролив медным купоросом перед посевом у нас это все поправит. И трихотицин – это биологический препарат. Сейчас стало очень модно органическое земледелие. Мы хотим получить экологически чистую продукцию, чтобы у нас не было химии по максимуму. Так вот, трихотицин, он на основе гриба триходерма. Мы заполняем почву этим грибом, и благодаря тому, что там развивается этот гриб, не развиваются патогенные грибы. То есть вот это вот механизм работы этого препарата. Очень и очень рекомендую. Как готовить семена перед посевом? Если мы покупаем семена солидных фирм, которым мы доверяем, как правило, семена готовы к посеву. И мы сеем их просто сухими. Вот так вот открываем и сеем. Однако, если вы, например, получили семена дома, то имеет смысл перед посевом их, например, замочить в марганцовке, чтобы снять поверхностную инфекцию, которая могла образоваться. Мы их сеем примерно на расстоянии одного сантиметра друг от друга. Итак, после того, как мы разложили семена, мы присыпаем их слегка влажной почвой, чтобы слегка чуть-чуть прикрыть. Можно даже потом слегка придавить, чтобы по капиллярам влага немножко поднималась вверх. И после этого мы прикрываем наш посев пленочкой, чтобы вода не испарялась. И ставим наш посев в теплое место, где-то градусов 28-30, можно около батареи. Непосредственно сразу, после того, как у нас появятся сходы, мы снимаем пленочку и уже ставим вот такую появившуюся, у нас это называется растильня, на свет. Конечно, сейчас, если мы сеем в апреле, свету, в общем-то, достаточно. Если мы сеем пораньше, то лучше использовать досветку. Итак, вот посмотрите, как выглядит сеянец. У него такая вот еще слабенькая корневая система. И вообще у томата стержневая корневая система. А чтобы она у нас стала по-настоящему сильной, ее надо слегка, можно даже повредить. Потому что, когда мы повреждаем осевой стебель, у нас как раз начинает расти мочковатая система. Вот так вот он выглядит. И сейчас Настя нам его распикирует. Так вот, еще раз говорю, что нам очень важно получить такую коренастенькую, крепенькую рассаду. Если мы оставим вот так вот, то смотрите, что у нас будет. Они у нас вытянутся, они вытянутся потом еще сильнее, у нас будет переросшая слабая рассада. А если мы пикируем, у нас получится такой мощненький, хорошенький растение. Потому что каждому растению нужно определенный совершенно объем почвы. И в данном случае мы даем. Надо сказать, что вот это маловато. Лучше всего для рассады использовать минимум вот такой. А еще лучше 9-миллиметровый. То есть, чтобы было около литра почвы. Тогда вот растения у нас будут вот такие вот мощные, красивые, когда мы их уже высадим. То есть рассада будет в оптимальной форме. Смотрите, если у нас слишком длинная, можно даже слегка согнуть, ничего страшного не будет. Томат – это практически сорняк. Он очень и очень устойчивый, он очень хочет жить. И поэтому даже вот такие, в общем-то, жесткие условия – ничего страшного. Даже с этого подсемидольного колена, которое у нас согнуто, еще больше будет образовываться придаточных корешочков. Если мы будем правильно подкармливать, у нас будет достаточно света и правильно будет заправлено питанием, то к моменту высадки у нас весь объем почвы будет набит корнями. Это будет просто мощная-мощная корневая система, которая сразу же пустится в рост, как только мы ее пересадим. Ну и главный секрет – это все делать с любовью. Ожидая от наших вот этих живых маленьких зеленых друзей, что действительно мы получим огромную радость, общаясь с ними уже в теплицах, радуясь тому, что вот они цветут, что они развиваются, что вот начинают краснеть. И это такая радость, что мы можем своими руками все это получить. Хорошего вам урожая! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова